Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет первый видеоролик по искусственному интеллекту. Искусственный интеллект – это одна из самых основных частей в наших играх, потому что персонажи, которые за нас, наши союзники, наши противники – это всё, по сути, искусственный интеллект, который действует по определённым действиям. Теперь, для того, чтобы нам их создать, во-первых, нам необходимы сами противники, то есть мэши, их движения и так далее. Так как у меня проект создан от первого лица, соответственно, мне надо закинуть, или точнее создать персонажа уже в полный рост и так далее. Здесь я закинул персонажа из Миксама, начал потихонечку добавлять ему анимации, настраивать его, поставил даже оружие ему в руки. Как видите, криво немного. У нас рука в оружии находится, но это ничего такого. Для теста, в принципе, нам пойдёт. То есть мы создаём сначала персонажа, добавляем blueprint, наш character, нажимаем на него и, соответственно, пишем наименование, да? NPC или как вам, в принципе, угодно. Настраивайте его, вставляйте в него мэш, вставляйте ему движения и так далее. То есть, ну, здесь нам, в принципе, ничего не надо особо. Я его удалю, потому что я уже, по сути, создал своего персонажа. Так, а вы настраивайте дальше. Так, ещё нам необходима такая штука, как контроллер, который, по сути, является... Персонаж является сердцем, контроллер у нас с головным мозгом. Для этого мы набираем AI-контроллер, ставим его, нажимаем select, и обзываем его, как наш персонаж, да? Давайте назовём его... Так, давайте AI, наименование нашего персонажа. Это у нас Soldier и, допустим, контроллер. Вот как-то, чтобы мы более-менее понимали, что это. Теперь нам нужно персонажу присвоить наш контроллер. Заходим в персонаж. Соответственно, выбираем нашу верхнюю строчку. Здесь есть AI-контроллер-класс. Выбираем её. И наш класс AI-soldier-контроллер. Вот он. Всё, сохраняем. Так, это ненужные вещи пока нам, которые я создаю. Упс, я закрыл наш... Ладно, сейчас мы сделаем так. При открывании скорее всего, должен открыть. Так. Ладно, просто вызвали по-другому немножко. Теперь нам необходимо создать ещё несколько частей, которые как раз-таки будут управлять нашим персонажем. Точнее, не нашим персонажем, а персонажем противника, например, или союзника. Нам необходимо создать такую штуку, дерево поведения Behaviour 3 и Blackboard. Выживаем сначала Behaviour 3. Давайте назовём его Soldier Behaviour 3 Bt. Также ставим сюда Blackboard. Soldier BB. Просто сокращённо. Смотрите, это наше дерево, в котором мы будем соответственно делать саму структуру управления персонажем. Здесь есть такая штука, как как раз-таки Blackboard. Смотрите, чтобы наш Blackboard был подключен. Если у вас их несколько, тем более. Здесь надо выбирать необходимую, соответствующую. Behaviour 3 здесь мы строим дерево, а Blackboard это у нас создаются переменные, которые будут влиять на переключение, на позиции и так далее. То есть здесь все переменные будут как раз-таки у нас находиться. Пока быстренько сохраним, хотя мы ничего не делали. Закрываем. В общем, нам надо прописать в контроллере, потому что именно сам Behaviour 3 управляет контроллером. Соответственно, нам надо прописать в контроллере. Так. Все то же самое на BeginPlay в контроллере прописываем. Run Behaviour 3 он сразу здесь прописывается без всяких отключений и так далее. Выбираем наше дерево. Сохраняем. Компилим. Ну, на этом кажется все. Дальше мы начнем делать так, чтобы персонаж в определенной плоскости, а, кстати, насчет определенной плоскости, нам необходимо ее поместить на плоскость. Для того, чтобы показать персонажу, как передвигаться по ней, есть такая штук, как Nav Mesh Bones VALU. Видите, да, этот кубик. Он, по сути, нам показывает площадь, по которой персонаж будет передвигаться. Давайте его увеличим. но как-нибудь вот так достаточно будет. Даже можно поменьше. Там слишком будет бегать. И чуть-чуть ниже опустим. И далее мы указали границы. Нажимаем английскую букву P. И у нас появится вот такая вот зеленая плоскость, на которой отображает, где персонаж может будет ходить. Ну, где может ходить. В данном случае, видите, он препятствие обходит, то есть если я еще сюда поставлю какой-нибудь кубик, допустим, да, вот шарь, так это не тот шарь, вот сферу, да, видите, ее сразу окружает. Также если я куб поставлю, да, он тоже ее обходит. Но смотрите, есть такие нюансы, когда допустим поднимается плоскость определенная, да, вроде бы здесь пройти невозможно, но сам этот как этот меш, который нас показывает, где определение позиции, да, он здесь сломается. Видите, да, то есть здесь надо очень четко регулировать на какую высоту поднимать какие-то предметы. Сейчас он, в принципе, пройдет, да, все отлично. Здесь он пройти уже не сможет, если у вас, конечно же, нету в дереве системы управления, когда персонаж присаживается и проходит. Здесь он даже сидя не сможет пройти. Соответственно, здесь он зависнет на окружности, допустим, какой-то, да, если она будет такая вот плоскость, и он не сможет пройти никак вообще. Но, опять-таки, если он умеет ползать, он сможет это сделать. Но это все надо прописывать в дереве. На этом все. Дальше мы будем делать обычное передвижение персонажа с рандомной точкой. До скорой встречи, друзья, пока.